Так, всем привет, дамы и господа, добрейший вечерочек, с вами Криптофатеев, хотел сказать денечек, но видимо переработался и сегодня мы разберем рынок криптовалют, ну и также в принципе посмотрим на ситуацию трезво, потому что многие люди очень сильно зациклены на биткоине, что очень плохо. То есть многие люди, я так понял, сейчас они просто смотрят на рынок криптовалют, как он движется наверх, но не знают куда зайти. Именно в VIP группе мы недавно провели трейды и все-таки 11 июня был написан стап по рынку, где был написан стап с откупом, значит XRP 37 центов до 40 центов, это если кто-то торгует по локалке, по желанию, лонг был написан конечно же выше. Также описывалась ситуация по биткоину и безопасные монеты для тех людей, которые вступают в VIP, не знают что делать, как вклиниться в поток, мы писали, что есть такая монета Zcash и естественно покупка ее стоялась от 77 долларов для тех людей, которые недавно вступали в VIP, поскольку мы Zcash закупали около 60 долларов, это было до назначения. Ну и в принципе также есть отзывы и все это доступно в общедоступном телеграм-канале по ссылочке в описании. Ну а что касается рынка криптовалют, сейчас мы видим, что также очень хорошо себя показывает Binance Coin. Несмотря на новости о запрете в США, вернее легитимности биржи именно, когда ее будут легализовать, легализовывать вернее, то Binance уже будет уже более такая легитимна в США, но это никак не означает, что биржа в США закрывается. Соответственно все это будет более в правовом поле и более по серьезному, поэтому биржа Binance я считаю, что никуда не денется. Нужно учитывать, что на бирже Binance самое большое количество людей, из какой страны торгуют, это конечно же США. Что касается Bitcoin Dominance, у нас он растет 57,3% и несмотря на это также подтягивается, потихоньку пытаются подтягиваться альткоины. Хотя альткоины при таком движении должны расти куда больше и выше, но сейчас мы видим, что стреляют далеко не все, лишь избранные. Zcash 8% за последние 24 часа, даже больше 9, но это даже очень похвально. Что касается того, что у нас по графикам, давайте посмотрим. XRP себя очень вяло ведет, однако есть крипто энтузиасты XRP, которые заявили, что XRP может достигнуть, Ну, конечно же, ключевое слово может достигнуть 28 долларов в следующем бычьем движении. И это говорится, что это даст XRP практически 100 иксов и XRP вырастет очень даже неплохо. Ну, на самом деле я не сторонник в принципе того, чтобы фанатеть одной криптовалютой. Я считаю, что основная криптовалюта так и останется биткоин, а альткоины это все-таки, скажем так, что такие в принципе монеты, которые могут очень хорошо ваш депозит скушать к биткоину. Поэтому имейте это в виду, если вы держите биткоин, держите биткоин. Если вы преследуете цель приумножить свою фиатную массу, то торгуйте исключительно USDT, не трогайте биткоин. Это вот правило, которое действительно работает. Что касается иксов, тут берется цена от 15 центов и значит берется хай 3 доллар 50 центов, значит это 23 икса. А вот если мы берем лоу 24 цента, хай пока что неизвестен, иксы пока что неизвестны. Вот такие дела, но по XRP я бы не фанател этой монетой, ни в коем случае не вкладывал сюда всю свою котлету, потому что это огромные риски и те люди, которые вложили всю котлету, в силу того, что у XRP очень хорошая пропаганда идет на западе и много фанатов, они просто проспали bullrun. То есть если бы вы вложили в лайткоин, давайте будем честными, там купили его за доллары, когда он имел стоимость 25, 30, 23 доллара, то вы бы сделали сейчас иксы, нежели это XRP. Соответственно XRP это сейчас мертвый инструмент, на котором не особо поторгуешь, и он себя зимой никак не зарекомендовал, более того, он не зарекомендовал себя весной. Только в сентябре прошлого года он действительно удивил многих, поскольку выстрелил на 80 центов с 27. Вот такие вот дела. Что касается значит биткоина, продолжает он у нас расти. Соответственно где-то будет здесь запись о том, чтобы входили люди в лонг на 9000 долларов по биткоину. Почему? Потому что наша команда пришла к выводу, проанализировав рынок криптовалюты. В принципе мы сделали вывод, что действительно сейчас нужно подтверждение движений, что мы в принципе и получили. И эта сделка куда безопаснее, нежели бы сделка, которая была бы нами заключена вот конечно на дне, да, и мы бы просто держали биткоин. То есть сейчас куда было безопаснее зайти, но опять-таки биткоин вырос. Есть тоже опять-таки привлекательный инструмент для того, чтобы увеличить вашу фиатную массу, поскольку к биткоину альткоины сейчас, но не особо растут. Что касается значит Binance, то что она запускает обеспеченный биткоином токен на базе блокчейна Binance Chain и BTCB обеспечен биткоинами, находящимися в резервах Binance. Адрес для хранения биткоинов уже выложен в публичный доступ, благодаря чему пользователи могут убедиться в наличии необходимого обеспечения у этого токена. Почему так было сделано? Потому что действительно сейчас скрипают токены, чем они обеспечены. Тот же тизер, сейчас сходят опять-таки слухи, что опять-таки тизер это скам, это не скам, но уже сами они подтвердили, что только на 74% они обеспечили каждый токен USDT. А вот что касается значит Binance, то мы видим, что здесь на кошельке Binance 9001 биткоин. Всего 3 транзакции и соответственно вот теперь этот токен будет обеспечен вот этими биткоинами. Что касается значит запуска эфириума 2.0, когда он будет, это дата 3 января 2020 года и к 30 июня разработчики намерены утвердить спецификации нулевой фазы эфириум 2.0. Тогда соответственно в настоящее время действуют по крайней мере 3 тестовых сети эфириум 2.0, каждая на основе собственного клиента. Следующая стадия тестирования будет состоять в формировании единой сети с поддержкой нескольких клиентов. В мае Батерин, а значит Виталик выступил с инициативой по созданию нового типа контрактов в эфириум 2.0. Соответственно работы идут и эфириум новый уже будет в 2020 году. Сам токен никуда не денется, он так и останется и не верьте и не ведитесь на какие-то левые хардфорки, этого не будет. Просто произойдет обновление сети, не более того. Он останется, соответственно эфириум оригинальный, никуда он не денется. И никуда самое главное токены переводить не нужно будет. Кстати опубликованы правила изоляции Ронета, направлять трафик за пределы РФ запретили кстати не всем. В документе сказано, что в случае возникновения угроз вводится режим централизованного управления интернет трафиком. Сейчас с текст проекта проходит этап общественных обсуждений и независимая антикоррупционная экспертиза. Ну я бы назвал это в кавычках, потому что есть правительство, есть Госдума, есть президент. Какая к черту независимая антикоррупционная экспертиза? Я думаю, что тут не нужно смешить людей и закон об изоляции кстати Ронета был подписан президентом Путиным 1 мая. Документ вступит в силу 1 ноября 2019 года, а к 2021 году должна заработать национальная система доменных имен. И кстати на реализацию всех положений закона потребуется по меньшей мере 30 миллиардов рублей. Угадайтесь откуда они будут браться? Конечно же с жителей большой необъятной страны. Что касается значит Азии, то что одна из криптобирж большой четверки в Азии была добавлена в Ripple Network. И сейчас также идут работы. И мы видим, что вроде как у Ripple просто супер новостной фон, но он никак не двигается. И соответственно мы видим, что работы продолжаются. Но пока что это все в ноль, поскольку Ripple, XRP токен никак на это все особо не реагируют. Хотя новости очень даже хорошие. Кстати эфириум может достигнуть 1000 долларов в конце 2019 года. Об этом заявил трейдер. И соответственно он рассказал, что практически сейчас эфириум выглядит очень бычим. И значит здесь конечно же мы увидим X. Но я считаю, что по меньшей мере это будет все-таки способствовать новый запуск, а именно эфириум 2.0. Новые сети, тестирование новых смарт-контрактов. По поводу ICO и хайпа я не знаю на самом деле. Поскольку ICO и сейчас люди не такие тупые, как раньше были. То есть ICO это просто сейчас создавать на эфириуме. Но это такое, да. Никто сюда инвестировать в ICO не будет. Ну и подводя итоги криптовалютного рынка, можно сказать, что сейчас нет сезона альткоинов. Но они немного растут. И вроде как растет биткоин. То есть сейчас все растет параллельно. То есть биткоин растет, альткоины растут. Но когда именно будет сезон альткоинов и когда они будут стрелять, это вот огромный вопрос. Но я считаю, что сейчас мы видим уже по процентам, так как Zcash стрелял на 100 долларов, так как long давался в закрытой группе. Мы видим, что сейчас все-таки неплохо. То есть рынок на самом деле сейчас имеет силу. И мы видим, что на самом деле сейчас торговать альткоины это очень даже неплохо. И учитывая то, что даже биткоин идет на 9400, пускай и идет. В принципе, можно торговать альткоины, кто вне биткоина. Ну а с вами был Криптовки. Всем удачи, всем пока и до новых встреч.